По всей стране верующие отмечают один из самых почитаемых православных праздников – Крещение Господне. По традиции, Ордане прорубили и на Волге. Прошедшей ночью сюда пришли сотни жителей столицы. В Крещенскую ночь столбик термометра опустился почти до 20 градусов, но сильный холод не остановил желающих окунуться в освященную воду. Крещенские традиции не меняются веками. Истинно верующие соблюдают весь ритуал – пост, исповедание, а лишь потом в прорубь. Многие люди ограничиваются купанием. И хотя температура, мягко говоря, бодрила, люди не торопились сразу уходить в теплые помещения, а спокойно стояли, беседовали и даже фотографировались. Попробуйте, горячая. Во-первых, всем желаю скупаться в проруби. Вон оттуда? О, классная. А ты чего покупаешь? Для здоровья. Желающих окунуться в Святую Иордань в столице республики традиционно много. Машины подъезжали одна за одной. Чувствуешь как бы эйфорию какую-то? Как будто заново рождаешься. Первый раз купаетесь? Нет, шесть лет. Уже шестой год. Вместе со взрослыми в Крещенскую прорубь окунались и дети. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Первый раз купаешься? Да. Переваривала страх. Не устояла и тоже окунулась в проруби наша коллега, корреспондент программы «Республика» Елизавета Зайцева. Это хорошо. Вода теплая на самом деле. На душе спокойно и тепло. Боже, благодарю. А кто еще не успел окунуться в освященную воду, но желание есть, может это сделать до 21 января. По республике подготовлено 116 купелей, мест купания. На данных купелях дежурит, обеспечивает безопасность, правопорядок более 500 человек. Это и сотрудники МЧС, поисково-спасательная служба, медицина, скорая помощь и правоохранительные органы, сотрудники полиции, конечно же. И все же не стоит забывать, что окунаться по состоянию здоровья показано не всем. Поэтому можно просто умыться святой водой из-за Ордани. Это и станет очищением души и тела. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Сергей Адушкин, «Республика». Елизавета Зайцева, Сергей Адушкин, «Республика».